Приветствую вас, друзья! Ну что ж, настало время у нас для прохождения черепашек ниндзя-легенды У нас ежедневные награды, мы их забираем И сегодня мы будем проходить... Да, испытания Пожалуй, начнем именно с них Так, девичья сила Карайка, Эйприл... Короче, поехали Поехали, не будем здесь долго затягивать с этим Так, нам дают топчик При этом я возьму наверно сюда карайку И при этом всем... Да, это карай змея и обычную карайку Ну что ж, поехали Интересно, далеко мы таким составом с вами сможем добраться, а? Как думаете? Ну, в любом случае здесь, конечно же, все будет и здесь Потому что это самые первые враги У них всего лишь 10 уровень А максимальный, по-моему, 12 здесь будет Так что пройдем на одном дыхании Самое интересное будет это уже ближе к концу Но там, наверное, будут и ДНКшки такие нехилые разыгрываться Ага, вот эти вот противные, кстати, училки На более высоких уровнях Они мне наносят Такой качественный и мощный массивный урон Потому что у них суперудар сразу, по-моему, атакует троих Если я не ошибаюсь, ничего не путаю За это время я уже все, ребята, подзабыл Потихонечку, как говорится, вспоминаю ДНК на карайку мы получили И, конечно же, будем получать сейчас ДНК на Эйплил Это 100% Ну, где-то до боя пятого, я думаю, мы Нет, вру Хотя, почему вру? До пятого где-то эпизода мы с вами, наверное, пройдем без проблем Потому что у нас здесь довольно прокачанные черепашки, да? Плюс еще железноголовые 75 уровня Кстати, я его хотел прокачать до 80-го Но, к сожалению, с мутагеном у меня дела обстоят очень плохо Он очень медленно у нас копится Это во-первых А во-вторых, чтобы прокачать один уровень персонажу Такому, как, например, железной голове Нужно очень много мутагена Почти там 15 тысяч А большим черепашкам моим, типа Лео и Рафаэля Там уже 20 тысяч нужно Ну что же, Эйплил мы получили И следующий у нас идет Змея-карай Так, потом Морозильная Кошка, кстати, которая мне нужна И вместе с Лисой Ладно, надеюсь, этих ребят мы сегодня с вами получим Девичья Сила Странное такое название для этого... для эпизода Потому что, видимо, ребята, здесь все персонажи женского пола Поэтому такое вот и название Девичья Сила То есть все девчонки тут очень сильные Ну-ка, Крик Бумс А, ну тут 30 уровень Че я, ребят, тут играю с авто? Тут на автобой, конечно же, можно все это делать Потом, после прохождения испытаний Мы с вами пойдем обязательно на лигу Обязательно нам нужно подниматься по рейтингу Чтобы получить потом в конце недели Самый хороший дроп Тем более здесь разыгрывается... я уже забыл, кто Но я знаю точно, что он нам нужен Ага, Донателло у нас разыгрывается Естественно, ребята, он нужен Давайте мы здесь с вами откроем бесплатно колоду Посмотрим Кто у нас тут? О, Крысиный Король Кстати, такими темпами мы можем его скоро прапать Если я чего-то не путаю Ну-ка, посмотрим, сколько там оставалось Ёлки-ты-палки Ребята, если мы сейчас находим на него А мы находим на него две ДНК Мы его сейчас же и прапаем И с одной стороны это веселая, как бы, новость, да, хорошая А с другой стороны плохая Знаете почему? Потому что я не смогу искать на него больше ДНК Вот так вот Сейчас мы его в золотые звезды, да, переведем Ну, может быть, не сейчас Посмотрим по мутагену Что нам там хватать не будет Но в любом случае мы сегодня его прапаем Так Все попытки потрачены Ну, королик Долго А, ребята Как, как, в какие звезды Золотые я его перевожу Я его перевожу в фул Золотые звезды То есть По максималке Потом остается только лишь в платину перевести Ну что же Крысиный Король Я тебе с этим Так, мутагена хватает Поздравляю Отлично, ребята И у него открывается Последняя способность Которая называется Нашествие Это Говорит о чем? Что Крысиный Король Посылает на врагов Стаю Крыс Разрушитель Увеличивает силу атаки На 25% То есть Получается, что это Массовая атака, ребята Да Это классно Это очень хорошо И нам остается Кстати, знаете Чего еще поискать Вот этого Бибобчика Давайте-ка мы Три попытки Потратим Кстати, он довольно сложно Ищется на самом деле Вот Одно ДНК Наверное, одно ДНК только и будет Нет, две Нам повезло Обычно дают одно Ну ладно Так Мы с вами выполнили Сами того не зная Задание Так Поднять уровень персонажа И пройти серию испытаний Кстати, тут у нас еще и Мутаген разыгрывается Это я все сделаю потом, ребят За кадром не буду я вас Стамить Этим делом Так Поднять уровень персонажа Кого будем поднимать С вами У нас 5000 мутагенов Всего лишь Кстати, вот здесь надо ДНК поменять Все вроде бы, да Мы будем с вами, наверное, апать Во Леонардо Давайте его, наверное До 40 уровня Отлично То, что нужно И забираем ревард Так И остается одно Пройти одну серию испытаний Давайте быстренько, ребята Сейчас пробежимся Буквально Пару секунд Можно будет, конечно Это все вырезать Но я думаю, что ничего страшного Тут быстренький бой Для чего я это делаю? Чтобы нам получить Пять откатиков Для арены На арене, ребята Будем Этим, как говорится Делом пользоваться Так Кирби Че такой сильный, а? А 71 уровень у него Ты посмотри-ка Он еще себя захилял Ха Зачем ты это делаешь, Рафаэль? Я не понимаю Зачем ты встаешь в провокацию Против одного Кирби? Надо было просто тебе его накатить И все И он бы отдуплился Так Но зато вот здесь вот провокация Как раз будет в тему Сейчас все будут бомбить Именно Рафаэля Но, естественно Они ничего не смогут сделать И они даже его не пробьют Ух ты А вот это уже Да, это уже плохо Он мне понизил Защиту Но Брэд Естественно Повышает ее Обратно, как говорится Тынь-тынь Пицелицей Не тут-то было Ха-ха Крип Ты смотри Все, что хочешь Делай для того, чтобы Замедлить меня И как-то Повесить на меня Антибафы, да? На-ка Получил, как говорится Ты смотри-ка Пицелица Какой крепенький Ого Ты понял? Слушай, есть смысл Наверное У Пицелицева Прокачать вот эту вот Плюшку Которую он бросает Тефтельку Или Как там ее называется Потому что Вы сами видели Какой довольно Неплохой урон Наносит Это у меня Рафаэль 80-го уровня Он был 71-го Вы видели Пол ХП С одной плюшки Снес Достойно Я вам скажу Достойно Так, ну что Здесь мы все С вами забрали 5 откатиков Получили И мы с вами Возвращаемся На испытание Так Морозильная кошка То, что нужно Для нас, ребята 40 45-й уровень Врагов Так что никаких проблем Здесь не будет Естественно Я включаю автобой И сейчас они тут все Разберутся с ними Пинч Просто с одного удара Всех ложим Следующий бой Я думаю Мы тоже с вами Ребят легко пройдем А вот Потом Потом уже Наверное Будем сами подключаться Там уже будет Все намного сложнее Там наверное И шенигами будет Против нас, да? Скорее всего Так, это уже Третья волна И тут по-моему У нас все-таки Есть боссы Только я не помню Кто На самом деле Так Шреддер Нет, не шреддер Ладно Увидим Кто Короче Босс Пумс Лиса Готова Ну хорош ты Кунаичи Успокойся Пожалуйста Так Рафаэль Берет провокацию На себя Но В принципе Этого можно было И не делать Так И кто же А, да Ребят Все время Я забываю Вот Про этого дрона Это маленький Крэнк Который управляет Такой машиной Трансформером Да, скажем Ну сейчас Мы его естественно Сразу Быстренько Отдуплим Крис Зачем ты это делаешь Я не понимаю Зачем ты делаешь Кстати, ребята Он не обязательно Вешает Контур Атаку Он просто Напосло Повышает Атаку Нам Контур Это уже Как дополнительное Там Наверное С минимальным Каким-то шансом Проходит Ну что же Морозильная кошка У нас получена И мы с вами Отправляемся За лисой Тут Шиня Вот Наверное Где-то Вот до сюда Я смогу дойти И встану Потому что Мне с лисой Какой уровень Погоди-ка Почему-то здесь Все легко 55 уровень Хм Ну я думаю Что здесь Мы пройдем Давайте-ка Я даже сам Попробую поиграть По-быстренькому Так Крысиный король Значит у нас Прокачался Да До фулки По золотым звездам Теперь остается Его только Перевести В платиновый ранг Но судя по тому Сколько я Ребят За все время Получил После того Как я спросил Кого мы будем Переводить Следующего Персонажа В платиновый ранг Большинство голосов Отдали За зека Так что Наверное Следующий персонаж У нас будет Зек Который Перейдет В платиновый ранг Я надеюсь Вы знаете Что говорите Как говорится По зову сердца Будем поступать Ребят Так Ну что ж Давай бомбить Таракаш у этого Так секунду Давай поджарим его Маленько Да Так Тут у нас кто Ребят Давайте Наверное По лисе будем бомбить Ой Не упала Во Вертушка Естественно Ребят Вертушка От Леонарда Все Все упали От шенигами Только лишь Шапка И кнут Остался Так И следующий Вот как раз У нас будет ДНК На Шенигами Вот она Поехали Давайте посмотрим 65 уровень Практически Предел Для нас Да Фух Так Ну что Дроны здесь у нас Ладно С ними будем Разбираться По другому Так Минус 1 Так Что он делает Таранит И он на себя Еще при этом Вешает Ребят Уклонение Вы заметили Видите Крис В основном Повышает нам Атаку И с маленьким Шансом У него есть Контратака Вешается Так Пробиваем Здесь у нас Тоже Пробивается Вот единственное Что плохо Вот Понимаете Это все дело В процентах Я люблю В точных Цифрах Например 50 к атаке Сразу Знаешь Что если У него там 250 здоровья 50 хп Ты снимешь Однозначно Это если Без всяких Там защит И бафов А то в процентах Да Там 10 процентов И сиди Высчитывай Все это Какой там будет урон Или дамаг Или какая будет защита В процентовке Так Ну эти лопухи Ребят Этих Стрелозадых Мы сейчас быстренько С вами положим Причем Я никак не могу понять Что это у них за Такие костюмы Каких то Йети Да Только вместо голов Там сидят Маленькие Вот эти крэнги На Получи И многие ребята Задают вопрос Да Откуда я Например Взял Шинегами себе Или Того же самого Ту же самую лису Ребят Ну Есть же Вот эти вот Еженедельные испытания Которые мы с вами Проходим на арене Точнее не испытания Мы когда проходим С вами арену Нам в конце Дают ДНК Там 35 ДНК В зависимости от того Сколько мы Пройдем И на каком ранге Будем И вот за счет этого И получается Что Копим потихонечку Вы думаете Что их где-то можно найти В свободном доступе Нет ребята Их вот только За испытания Можно покупать ДНК Тоже как вариант Накопить на определенного персонажа Вы же сами видели Сколько я например Копил На того же самого Армагона Или Или же На Шенегами Ведь В прошлых сериях Все это ребята Показывается Ничего на халяву Мне не достается Абсолютно ничего Так кстати Я тут заговорился с вами Мне нужно Наверное хильнуться Маленечко Потому что здоровья У Зека Очень мало А он нам еще Пригодится Хотя по моему Это последний Да Бой у нас Вы видели Да Какой у Шенегами Вот этот вот Мощный Как говорится Удар Когда она Стаю мышей летучих Отправляет Так Берем Провокацию На Рафаэле И бомбим Наверное Вот так вот Ага Хорошо Так Добиваем Шенегами И Морозильную кошку Наверное сейчас Ну что ты там делаешь Да елки-палки Ускоряется Он Для чего Тебе это не поможет Так ребята И опять у нас Этот Босс Что-то он тут зачистил Кстати вы заметили Но тут уже будет Сложнее с ним драться Надеюсь Рафаэль Меня не подведет Со своей провокацией Так Давай Попробуем Замедлить его Для начала Не вышло К сожалению Теперь делаем Пробивной От Криса Отлично Попробуем Супер-атакой Бомбануть Может постепенно Урон повесим Нет Не вышло Так Поджарим Может быть Тогда Есть Удачно Все получилось Ребята Все хорошо Все герои целенькие Соответственно Мы можем этот Этапчик Теперь даже И фармить Если нам Какой-нибудь персонаж Нужен Ну Так Одно ДНК Слушайте У нас остается Эпизод Седьмой Но Семидесятые И семьдесят пятые Уровни Хм-хм Ладно Была не была Поехали Попробуем Но Будет сложно Я вам сразу говорю Будет очень сложно Здесь Выиграть Если мы даже И дойдем С вами До последних Бойцов То Наверное Они нас там Размажут Так Да Хорош Ты успокойся Он Промахивается Ребята Кстати Давай Сделаем Защиту На себя На всякий случай А на сколько Два хода По-моему Действует Да И уже Будем потихонечку Вот так Разбирать Так Без провокации Я думаю Обойдемся Да Думаю Обойдемся И будем Вот так Хопа Хоп И остается Лишь один Дрончик Давай его Попробуем Накумарить Замечательно Главное Что Рафаэль Под Ой Рафаэль Леонардо Подхватил Всю эту песню И начал Бомбить Так А ну-ка Давай Бомбанем Вот Хорошо Ну теперь Уничтожаем Просто дронов Наверное Зря я Все массовые Атаки Потратил На самом деле Воу Воу Тихо Тихо Не надо Отлично Рафик Молодец Леонардо Делает свое дело И Крис Тоже Так Это у нас Третья волна Еще две волны Впереди Вот Вот Ребята Вот эти Самые Противные Про них Я вам Говорил Как же Нам быть Вставать В провокацию Ну давай Встану В провокацию Фиг с ним Сейчас Они будут Массовыми Атаками Бомбить Поджарим Хотя бы Одну Надеюсь Замечательно Вот Смотрите Что Делает Так У нее Еще И Крит Крит Урон Да Вот Смотрите Постепенку Повесила На меня У Криса Уже Здоровье Смотрите Сколько Ой Ой Вот Эти Массовые Атаки Меня Очень Сильно Бесят Мне Пришлось Сделать Ребята Вертушку А ну Ка Замечательно И Попробуем Просто Пробить Ее Так Надо будет Хиляться Может быть Не Вот Смотрите Ребят Тут Еще Постепенный Урон У нас Висит Черт Подери Ладно Укрепляемся Короче Я Повышаю Ребят Атаку Своим Бойцам И Начнем Пожалуй Мы С Април Надо Что Лиса Да Лиса Делает Свою Массовую Атаку А нет Не Массовую Обычная Была У нее У нее Кстати Двойная Атака Попробуем Бросить Замедлялочку Сработало Но Не На Всех Ладно Хорошо Так Рафаэль Пока Держится У меня Пока Держится Ребята Давай Ка Мы Наверное Эйприл Вот Так Уберем Что Же Нам Сделать Они Все Ребята Стоят Под У Воротом Хорошо Что Он Не Сработал Мы Мажем Шенегами Давай Попробуем Ее Атаковать Есть Я боюсь Сейчас Она Так и думала Что выпустит Летучих Мощей Сейчас Наверное Рафаэлю Погиб Нет Выжил Он у меня Выжил А пробить Получилось Надо Наверное Хильнуться Или же Я все таки Буду Хиляться Ребят Не хочу Никого Потерять Ах Ты У У Меня Был Запрет Ребята На Хил Вы Видели Да Я Что Пропустил Как То Этот Момент Попробуем Еще Сделать Себе Защиту Блин Неужели Рафаэль У меня Погибнет Мне Так Этого Не Хотелось Ну Пробей Ты Эту Вонючку Мелкую Так Замечательно Рафик Держись Почему Так Долго Действует Постепенный Урон Привет Да Что Ты Мажешь То Все А Ты Отлично Так И Конечно Же Этот Супер Пупер Дрон Здесь У нас Да Этот Супер Пупер Дрон У него Атака Здесь Будет Очень Мощная Ребят Он Будет С одного Удара Ложить Сейчас Ну Конечно Же А Нет Смотри Не Уронил Мне Рафаэля И Это Круто Вау Тихо Попробуем Заблокировать Есть Так Что Делает Железноголового Атакует Ну Попробуем Так Сделать Ну Что Это За Атака Детская Нелепая Бомбанем Черт Черт Ребят Ну Как Так Ну Немножко Нам Не Хватило А И Конечно Криса Он Бьет По Тем У Кого Мало Здоровье Вот Что Я Скажу Но Тем Не Менее Как Сам Факт Мы Прошли Полностью Этот Эпизод Ребята Полностью То есть От Начала До Конца Да Мы Этот Здесь Мы Не Сможем Никого Пофармить Потому Что У нас Не Три Звезды Но Сам Вариант Прошли Вот Ребята Видите Эйприл Кунаичи Кто-то Спрашивал Где ты Достал Кунаичи Вот Таким Вот Макаром Копил А еще В самом самом Начале У меня Была Ребята Платная Подписка Я Подписывался Действительно За Деньги И Мне Давали На Сам Последнем По-моему Это Где-то У нас Я Даже Не Помню Где Это Подписка Как оно Там Делается Мне Давали Именно Эйприл Именно Вот Кунаичи На самом Последнем Испытании Я Уже Забыл Где Это Ребят На самом деле В Приключениях Нет В общем Не Помню Ребят На самом Деле Где-то Делается Но Подписку Оформлял И По-моему Она у Мне Действовала Где-то Месяца Три Так Ну Что Ж У нас Еще С Вами Одно Испытание Здесь Остается Это Лига Лео То есть Тут Будут Разыгрываться Чисто Леонарда Поехали Сыр У нас Пока Есть Так Что А вот Это Обидно Вот Это Обидно Что Мне Ребята Дали Не Очень Сильных Персонажей Поэтому Далеко Мы С вами Здесь Не Уйдем Но Надеюсь Хоть Каких-то Леонардиков Мы С вами Все Так Получим Так Ну Здесь Все Легко И Врагов Никаких Как говорится У нас Проблем Не Будет Последняя Третья Волна Лео 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 Да Кстати Раньше Действительно Все Вот эти Черепашки Ниндзя Которые Еще Были В комиксах Носили Все Красные Повязки Это На самом деле Правда Так Что С этим Не Поспоришь Потом Почему-то Их Начали Уже Разделять На Красные Синие Фиолетовые И оранжевые Ну что же Давайте Теперь Хотя Этот Леонардо Мне не особо Нужен Но Я же Не могу Этот Эпизод Пропустить Давайте Его Проходить Так Это у нас Тля Это у нас Тараканы Да После Трансформации Становятся Вот такими Мухами По крайней мере Так ребята Мне подсказали Ну Здесь Все легко И просто Это где-то Уже будет На пятом Бою Будет Наверное Уже Сложновато Так Здесь Разбираемся Карачка Моя Выступила Довольно Неплохо И Добиваем Все Кстати Мне еще Нужно Как-то Получить Всех Черепашек Которые У нас Из Космоса У меня По-моему Только Одна А нет Две Это Микеланджело И Леонардо У меня Нету Донателло И Рафаэля По-моему Или Наоборот У меня Рафаэля Есть Микеланджело Нету Там Не поймешь Кто Микеланджело Или Рафаэль Знаешь Что Он По-моему С двумя Какими-то Мечами Коротенькими Бегает Наверное Скорее всего Это Рафаэль Так Ну-ка А Тут Тридцатый Уровень Тут Тоже Можно Ребята На Автобой Пройти Так Эйпел Куна Ищи Да Плюс Морозильная Кошка Слушай А у Морозильной Кошки Какой У нас Идет Самый Последний Удар Массовый Уже Должен быть А Она По-моему Что-то Выбрасывает Да Типа Катапультой Какой-то Вышвыривает По-моему Так Так Леонардо Уничтожили И у нас Здесь Да Ну На одном Дыхании Ребят 25 уровень Просто Разорвали И не поморщились Я думал Что мы сейчас Будем еще С кем-то Сопротивляться Нет Это 25 уровень А у меня 40 Да Даже 50 И 60 Есть Во Леонардо Видение Кстати Из видения У меня тоже Ребят Очень мало Героев По-моему Даже ни одного Нету Надо будет Их Открывать Как можно Быстрее Но Знаете Кого На самом деле Я хочу Это Кренга Который Сидит В этом В роботе Вот этого Персонажа Я очень сильно Хочу получить Себе Так Что ты делаешь Во Вот он Ребята Видели Да Это массовая Атака Конечно Не очень Хороший Урон Но Вы не забывайте Что у него Всего лишь Первая стадия Этот удар Не прокачанный Кстати После того Как мы С вами Найдем Бибопа Да Мы будем С вами Собирать Ингредиенты Для повышения Скиллов У наших Героев Потому что Нам больше Некого будет Искать По ДНК И как мы будем С вами Выполнять Ежедневные задания Пока ума Не приложу Ребят Серьезно Так Замечательно Последняя Третья волна У нас Ага Тут уже Сороковые И сорок пятый уровни То есть Практически Мы на пределе С вами играем Потому что Смотрите У меня Этот Крысиный Король Сорок пятого Уровня Да Потом Хан Полтинчик И Кирби Пятьдесят первый уровень То есть Следующий бой Будет уже Наверное Напряженный Для нас Так Постепенный Урон Даже Даже Видно Уже Как Ребят Мы С вами Деремся Тяжело Идет Так Повесил на себя Защиту Леонарда Так Тихо Не уроните Мне короля Кресиного Пожалуйста Ты 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 Такой Пробивной Да Ну Ванька Отомсти Ваня Не спи Так Карайка О Он решил Гранату бросить Это Что за урон Такой был Детский Так Понижает Защиту Молодец Теперь бы Вы только Попадали Вот кстати Вот это Уклонение Это очень Имбовая Штука Ребят Если мы С вами У Микеланджело Который Имеет Спец Возможность Танцпул Если мы Прокачаем Его То это Будет круто Можно будет Его брать С собой И на этом У вороте Очень хорошо Отыгрываться Ну что же У нас С вами Эпизод Пятый Вот здесь Уже будут Враги Да Примерно Нашего Уровня Пятьдесят Пятый Левел У противника Поэтому будем Играть Ручками Уже Своими Ага Так Мимо А он еще И провокацию Взял на себя Ладно Давай массовыми Атаками Бомбить Так Давай вот так Вот сделаем Пробьем Наверное Этого Гаденыша Так Лечку Пока Не стоит Тратить И Пробивной Нормуль Так Тут Четыре Волны Ага Это у нас Уже Во Массовую Атаку Сделаем Посмотрим Слушай Но неплохо Бомбит Мне чем-то Напоминает Этот удар Знаете Кого Бакстер Стокман Когда Выпускает Своих Этих Маузеров Вот что-то Типа того Блин А почему же Они все время Атакуют А Ну правильно Он самый Слабенький Ребят Он самый Слабенький Поэтому Они его В первую очередь Бомбят Все Я теперь понял Хильнуться Я могу Только за счет Кирми У меня Один Хиллер Так Ладно Давай Пулеметную Дробь Шикарно И добиваем Норм Так Смотрим Что у нас Тут дальше На третьей волне У нас Кто будет Ага Сплинтер Кейси Слэш Здорово Вся команда В сборе Как говорится Так Карачка Блин У нее нет Массовой атаки Сплинтер Стопудово Сейчас будет Ребята Вешать Скиллы Бафы Полезные Да На свою команду Поэтому нам нужно Его Бомбануть Ну что это такое А если вот так Сделаем Тыч Ух ты Круто Круто Бомбанули Так Пробить Не получится Давай так Бомбанем Отлично Так Кто там Слэш Ходит Слэш И кого-то Сейчас Наверное Почти Эй Ребята Ну все Я так и думал Что крысиный король Упадет Рано или поздно Если они Как говорится Взяли И его На прицел Так они будут Его бомбить Так же Это кстати Касается и хана Потому что хан Смотрите Уже Да Подбили Получи фашист Гранату На Так Теперь Вот так Сделаем Ну что ты там С своим баллончиком Ё-моё Любитель Граффити Да Так Слэш Минус И я думаю Что Нет Кейси Устоял Да что Там Карай Ну ё-моё А у него Защита Ребят Вот оно Вот оно Что Он имеет Защит Все Защиты Нету Поэтому Давайте Уже Атаковать Хорошенько Его Маленький Почему-то Дамаг У нас Получается Здесь Ёлки Еще Четвертая Волна Я думал Что у нас Последняя Ну Здесь Конечно Ребят Мы с вами Ничего Не сделаем У нас Не уйдем Не уйдем Но тем не менее У нас Осталось 10 Цир Я хочу Рискнуть Поехали Тьфу ты Нет Не это Я хотел А вот это Ну Ролевой Леонардо Это тоже Неплохо Так Четыре Это Вот здесь Можно Да Давай Вот это Вот только Не основного А другого Вообще Дал Осколки Нам Серебряные Ладно Давайте Ребят Посмотрим Что у нас Тут Так Во первых Здесь надо Все это Обменять Дело Все эти ДНК Все Отлично Теперь Я хочу Посмотреть Вот Смотрите Ребятушки Вот Кренга Классического Я хочу Себе Получить Очень сильно И смотрите Из космоса У нас нет Донателла Да Что Только Донателлу У меня нет У остальных Все есть Ну Получается Так А вот Изведение Смотрите Донателла Рафаэль Микеланджело Вообще Ни одного Нет Вот Черепашка Изведения Вообще Ни одной И Также У меня Нет Леонардо Классики Так Кролики Ну Кроликов Можно Скоро Получить 20 ДНК На них Всего лишь Не хватает Кстати Что у нас Там В магазине Так У нас 9 340 Сюрикетов Я могу Себе Приобрести Обоих Наверное Возьмем Так Замечательно По монеткам Что 87 87 87 Можно Конечно На Леонардо Копить На Классику А можно На Донателло Ребят Напишите Мне В комментах Кто Лучше Леонардо Классика Или Донателло Космос Будем Наверное Открывать Новых Себе Персонажей Или Или Можно Будет Потратить 100 Монет На 10 Золотых Осколков А нам Нужно 330 Для того Чтобы мы Могли Кого-то Перевести Куда Мы могли Было Перевести Вот Предположим Что Нужно Нет Не то Не то Так Может быть Вот этих Вот Погоди Я не понял А Микеланджело Он у нас Не по полной Программе Еще прокачан Вот Ребята Чтобы Например Перевести Армагона Да Звезды Золотые Нам нужно 330 Золотых Осколков Ну Золотые Армагоны Это было бы Круто Согласитесь Было бы Классненько Так что Ребят Давайте Подумаем Хорошенько И уже Напишем Мне потом В комментариях Ну что же А мы Отправляемся С вами На турнир В данный Момент Я в Лиге Самураев Две Звезды На шестом Ранге То есть Меня не Очень Сильно Сбросили И мы Продолжаем Разговор Так 39 40 Таковой Уровень 41 Здесь Максимальный Поэтому Я думаю Мы с вами Начнем Вот с этих Уровней С 30 Но при поддержке Конечно же Нашего Леонарда Я думаю Что Одной вертушки Будет достаточно Чтобы они Все упали Могу Илопухнуться Сколько раз Было такое Да Давай Бомби Есть Отлично Ребят Неплохое Начало Мы с вами Продвигаемся И наверное Сразу же В лигу Самураев В 3 звезды Попадаем Проверим Да И позицию Занимаем 78 То есть Наверняка Мы сегодня В Сегоны Попадем Так Давай-ка мы Фару Хэк Ну давай С хэка Начнем Так Лео Тебе надо Вернуться Тут 45 Уровень Противников Раз Раз Два Три Четыре Я думаю Замечательно Будет Если даже Выживет Кабан Бибоб Который Хотя может Сейчас посмотрим Что мы загадывать будем Никто не выжил Ха-ха Вот самое интересное Что мы с вами За 5 попыток Сможем Реализовать Практически Всех своих Малышей От 30 уровня И заодно Подниматься По лиге Так 51 позиция Отлично То есть нам Еще где-то Боев 5 Нужно провести Я выбираю Кто тут Сауд Ну давай Возьмем Сауда Тогда И опять же Своих Маленьких Ребят Раз Два Три Четыре Так У нас еще Три отката Ой Ребят Это будет Вообще Хорошо Всех Малышей Сможем Практически Реализовать А потом Уже будем На равных Драться Естественно Так 43 уровень Должны упасть Все Ой-ой-ой-ой Ребята Промашка Вышла Но молодец Лисичка Не подвела Ну-ка Так Морзильное Окошко Замедленное Давай вот так Попробуем Отлично Отлично К север Сработано было Не подкачал Меня И все у нас Живы Целый Соответственно Полный Бонус Поэтому Продвигаемся С вами Далее Какая Тридцатая Позиция Ух ты Двадцать пятая Ну тут Мы быстренько С вами Рванули Так Иван Вот Я хочу С Иваном Там правда Артем был Но я хочу Подраться С Иваном Где мои Ребятушки Вот они Так Ох Погоди К секунду Тут ребята Уже 48 уровень Я боюсь Что Леонардо Навряд ли Сможет с ними Сразу Со всеми Справиться Давай возьмем На подстраховку Себе Змейка Вьюна Если что Как добивочный Ну Погнали Так Вертушка Смотрим Ну Видите О чем я вам и говорил А вот теперь Змейка Вьюн Будет как Добивочный Добил Молодец Кстати Также Можно было бы Взять И того же Самого Тигра Любого 50 персонажа С массовой Атакой Вполне Здесь Ребят Сгодится Ну вот Мы с вами И в Сегуне Давайте попробуем Добраться До Сегуна Две звезды Это будет вообще круто А если бы еще К концу недели Продержимся с вами Это будет вообще Имба Так Полтиннички Да значит у нас здесь Слушай Напряженная конечно Обстановочка здесь Так Убираем И берем Хм Давай возьмем Наверное Нет Будет слаб Черт Ну давай так попробуем Змею кара я возьму Со своим этим Криком души Думаю все пойдет Как надо Так Вертухай И Тихо Тихо Не надо буянить Карай Добей Пожалуйста Добей их всех Есть Отлично Слушай-ка А дальше это будет сложнее Получается У нас уже 51 52 уровни А мы же с вами Поднимаемся выше Да Значит враг Будет сильнее А мне Малышей Нужно еще как-то В бой вести Давай вот здесь Вот с тобой Посмотрим Повнимательнее Не получается Никак Ребята Вот давай-ка С Катюхой Попробуем Подраться Я надеюсь Они не будут На меня злиться Если вдруг Увидят себя Когда я Луплю Так 80 И нам нужен Нам нужен Кто Ребята Нам нужен Да я даже Не знаю Ну давай Возьмем Ваньку Стиранка 60 уровня Если что Он как Тоже будет У нас Добивочный Враг Растет Соответственно Нам нужно Тоже Повышать Уровень Давай Посмотрим Кстати Леонардо Больше мы с вами Взять Не сможем Ребят Потому что У меня Закончились Откаты Поэтому Теперь придется Своими силами Драться Но Все таки Я буду надеяться Что в лигу Сегунов Две звезды Мы Сегодня Заберемся Ну и Надо Небольшой Еще запасик Иметь Так 49 Позиция Отлично Поехали Так Марцелла Арчи И Сергей Слушай Ну давай Я лучше С Серегой Схлестнусь Так Вберу Железную Голову Он у меня 75 уровня Возьмем С вами Ой Как же не охота Это риск Это большой риск Ребята Я возьму Усаги Возьму Шредера Возьму Наверное Бибопа И тигра Вот такой вот Комбинации Попробуем сыграть Почти на равных У нас Почти на равных Так Ну-ка Понизим Защиту Правда Не всем Так Вот теперь Берем Провокацию На железную Голову И И в принципе Все Заргут Будет Если Конечно Не будут Ребята Массовыми Атаками Бомбить Об этом Тоже Не стоит Забывать Так Ох ты Контратака Самое Сразу Сразу Хилять Ладно Ух ты Ух ты Массовая Атака Ребят Пошла Сейчас Ему Ответочку На Давайте Все Ему В ответку И Не добили Да Ну Хорош Слушай Это опасно У меня Кто Хилер У меня Хилер А нет Шредер Хиляет А успеет Ли он Захилять Вот В чем Вопрос Так Давай попробуем Массовой атакой Бомбануть Слыша Как будто бы Здесь и не было Так Давай попробуем Донателло Потому что Он у нас Ребята Имеет Массовую атаку Хиляемся Хух Дожили до хила Ё-моё Я уж думал Этого никогда не случится На-ка И остается Микеланджело Слушай Ну вот этот бой Напряженный На самом деле Был Фух Представляешь Да Он сделал просто Своей массовой атакой Практически всех Моих ребят уложил Ну кроме конечно Железноголового Там его не пробить Ой И Шредеру Конечно нужно прокачать Ребята По полной программе Хил Он обалденно Хилит на самом деле Так Ну что же Давай будем Дальше определяться Я буду наверное С Тимуром С Тимуром Драться Так Берем Зека Здесь Зека Зека Жека Так Берем Армагона Возьмем У ворот себе Да Без у ворота Куда же Так Карайку возьму И пожалуй Надо будет взять Давай Криса Возьму Какую-то сумятицу Сделал Если честно Чем я Чем я думал Ребят Когда собирал Такую команду Ладно Попробуем Так Куна и полетели Ага В принципе Неплохо Он усиляет Свою команду Микеланджело Но у меня тоже Есть ребята У воротчик Не стоит об этом забывать Сейчас будем Там с пол врубать Тихо ты Отвали Ну-ка Что вы на это Скажете Ребятуля Тринч У ворот Теперь попробуй Попасть Как говорится Не тут то было Ну что Поехали Попадает Гаденыш Выкуси Блин Армагон Почему такой Тихо ты Так Нам нужно ребята Ваньку то тоже подбить У него причем Меткость Усиленная Да что ты делаешь то Я говорю Ваньку надо подбить Вот это другой разговор Так Кто у нас тут Микеланджело Да Так Мы хернемся с вами Маленечко Это обязательно нужно Во Практически полностью Выхилились И давай сделаем Укус Видите ребята Вот после укуса У него вот это Срабатывает Это пассивка его Она может сработать А может нет Там небольшой шанс Ай Слабо А так Заргут Фух Ну что Я думаю наверное еще Боечек мы с вами Должны справиться Один всего лишь бой Так Мы Передвинемся с вами Есть Лига Сигунов Две звезды Шикарно Так Давай-ка Определимся 56 Вот тут 60 Сколько я не буду Может быть Вахидин Давай Вахидина возьмем У него еще Более-менее Лояльные Такие Противники Раз Два Три Четыре Вот Такая команда У меня будет Надеюсь Это все будет хорошо Кстати У него Микеланджело Который делает У ворот Надо как-то нам Быстренько его Ликвидировать На самом деле Так Паутинка пошла Давай-давай Стопман Отлично Добьем Мы должны в принципе Добить их всех Ух ты Ты посмотри-ка Выжил Рокстаги Как-то умудрился Родной мой Ну вот В принципе Неплохо Ребята Я думаю что К концу недели Мы все-таки с вами Будем в Лиге Сегунув 3 звезды Там же и удержимся А может быть Даже и в мастер Передвинемся Все зависит от того Как пойдут дела у нас Так Ну что Тут наверное Последние бойцы Да Например я беру Рахзара Тут 54 Да Придется всех своих Брать Рахзара Рафаэля И вот Этих Ребятулик Да Конечно Вот эти у меня Не сыграли Да и Еще Целая куча Черепашек Но их Нереально было Ребята Реализовать 20 уровень Тем более Это вообще Жесть Так ну что Поехали Для начала Мы возьмем С вами провокацию Анархзара Дальше Укрепим Свою команду Вот так то Оно будет лучше И начнем Потихоньку Бомбить Так что ты делаешь Ага Понятно Вот это Я не понимаю Зачем он сделал Снято Что снято Для чего снято Куда снято Заблокировали Способность Ну-ка Массовая атака Бегите крысы Тудуф Ну Не очень Конечно О нет 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 Не надо Фух Сейчас нам повезло У нас мог упасть Ребят Спокойненько Крысиный король Так Минус Берем провокацию Теперь Ребят На Рафаэля Потому что он может Раздавать люли И хиляемся Конечно Так Мало хила Надо еще Наверное Эйприл Задействовать Давай вот так вот Давай роднуля Хиляй Вот Теперь я Абсолютно Спокоен Ну и все Что я могу сказать Тут массовой атаки Нету По-моему Не у кого Да больше Все Победа за нами Ребят Ну это был последний бой На лиге Потому что Ну больше некого Сюда выставлять Сейчас посмотрим Куда мы с вами Передвинемся Плюс-минус Где-то 10 Положений За Тот отдых Который у меня будет Ну да Я в Сегу Не должен остаться Ребят До следующей Примерной Серии Так Там у нас Накопится сыр Да Мы с вами Немножечко Что-нибудь Здесь Пофармим Что Здесь вот Например Неплохо Можно шенигами Пофармить Можно лису Морозильную кошку В общем Определимся Ну что же Будем закругляться Всем большое Спасибо за просмотр И до новых Ребята Скорых видосиков Удачи вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok